Дорогие коллеги, уважаемые друзья, и уважаемые коллеги, дорогие друзья, прежде чем мы приступим к основным докладам, я взял на себе смелость вступить на такое условие. О чем бы я хотел поговорить с вами? Мы проводим уже четвертый или пятый круглый стол, и всегда, когда мы говорим о государственном частном партнерстве, мы говорим о том, что у нас нету закона о государственном частном партнерстве. Тем не менее, знаете что, мне кажется, что наличие и отсутствие этого закона не мешает нам применять механизмы государственного частного партнерства на практике. Вы прекрасно знаете, что в Гражданском кодексе Российской Федерации, в других нормативных актов достаточно здорово и подробно прописаны такие механизмы, как аутсорсинг, аутстарфинг, лизинг, есть целые законы конституционных соглашений, в конце концов, и аренда может применяться для обеспечения этих механизмов. Поэтому наш круглый стол, он о том, о чем мы поговорим после моего выступления. Я хотел бы сказать, что есть теория, есть практика. На практике мы попытались эти механизмы применить. И как это у нас получается, вы увидите из наших докладов. Хотел бы сказать, что, обратить ваше внимание, что тот же лизинг активно, не активно мы попытались его применить в оборудовании гостиницы нашей арены. Вот у нас сидит здесь директор гостиницы Айленов, и получил такой очень хороший, положительный опыт. Мы уже оборудовали целый этаж, ввели его в эксплуатацию и получаем соответствующие доходы. Мы очень серьезно рассматриваем вопросы аутсорсинга. Для чего? Для того, чтобы передать на внешнее управление несвойственные функции Росгосцирка, сконцентрироваться именно на своих прямых функциях, на творческой нашей деятельности. Та же самая аренда вполне может применяться для достижения этих целей. Вы знаете, что у нас проект реконструкции Владивостокского цирка основан на принципах аренды. Ну и в свое время, что мне близко, в Москве аренда в свое время использовалась для не только сдачи помещений в аренду, но и восстановления имущественного фонда города Москвы. Других городов в том числе. Но для того, чтобы провести именно так оперативно и без лишних слов наше государственное частное партнерство, это именно конституционное соглашение применительно к строительству в Ульяновске циркового комплекса, о чем будут говорить и докладывать мои коллеги. И второй момент – это создание и прокат циркового художественного продукта. У нас в Росгосцирке есть некое преимущество в этом смысле. У нас в одних руках сконцентрированы и производственные возможности, и прокатные возможности в том числе. Поэтому основы государственного частного партнерства заложены в компании достаточно давно. И докладчик потом расскажет, как мы эти механизмы усовершенствовали, применили, и самое главное, какой результат от этого получили. И в заключение я хотел бы сказать одно. Государственное частное партнерство – это не что иное, как создание условий по привлечению вне бюджетных источников финансирования. И в этом смысле компания «Росгосцирк», наверное, как и многие государственные компании, переживает сегодня такие кризисные явления. И решение многих проблем требует существенного финансирования. И, наверное, надеяться только на государственное субсидирование – совсем правильно. Нам нужно находить возможности привлечения инвесторов. А государственное частное партнерство возникает только тогда, когда это самое партнерство, при котором государство и частные инвесторы объединяют свои усилия, свои активы, свои возможности на создание некого продукта, который в последующем может быть вовлечен в хозяйственный оборот с целью извлечения прибыли и распределения ее в соответствии с сложенными возможностями. Поэтому на этом я хотел бы закончить свое выступление и передать слово нашим докладчикам. Спасибо, Владимир Чемленович. Как вы говорили с вопросами потом, сейчас для презентации проекта «Слово заместителю генерального директора розового цирка Бенедиктову Сергею Николаевичу». Добрый день, уважаемые коллеги. В вашем обновлении представляется проект строительства торгового, но функционального комплекса в городе Ульяновске. Ульяновск, административный центр Ульяновской естественной области, это большой и очень красивый город, входит в засадку лучших городов России. И задача поставлена, чтобы он был, наверное, уже в десятке лучших городов России и был центром притяжения нашего внутреннего туризма. В городе много культурных объектов, единственное, чего нет, это церковь. Наш церковь там был, но был церковь Шепитоща, сейчас его нет, и мы, естественно, откликнулись на эти задачки, которые поставили перед нами. Вопросы были обсуждены с министом культуры и поддержаны, но, естественно, сам городской церкви с большим удовольствием будет заниматься расширением своей географии, расширением своего технического арсенала. Для того, чтобы реализовать этот проект, правительство Ульяновской области подобрало земельный участок. Он находится, хоть и не в самом центре, но в удобном месте и в активно развивающемся районе, в котором предполагается строительство большого количества различного назначения объектов, включая культурного, торгового и так далее, и многое социальных объектов. Предполагается, что под эти цели, под наши цели, под строительство мануфационального собрания комплекса выделяется участок 5,7 гектара. Это большой участок и хороший участок для таких целей. Для того, чтобы не стоять на месте, администрация Ульяновской области работала вместе с проектными организациями. И вот предварительный проект, который могло быть реализовывать, выглядит вот так. Здесь у нас в центре, это мануфациональный комплекс, концертно-цирковой, не меньше, чем на 1,5 тысячи мест. Слева, в глубине, это гельсинарий, не меньше, чем на 322 места. Ну, а справа, это все сопутствующие помещения, в том числе, это гостиница. Вот так это все будет в разрезе. Гостиница, торговые помещения, фитнес и различные другие помещения, связанные с их как цирковой деятельностью, так и с театральной, с концертной и так далее. Эти цифры я уже назвал, но еще раз повторюсь, что площадь циркового помещения не меньше 8 тысяч, гельсинарий на 322 метра, там места и гостиница не меньше, чем на 2-ти мест. Эти цифры, естественно, предварительно, все будут уточняться, особенно площади, которые подлежат, коммерческие, что ли, площади, которые должны поддержать экономический проект, подлежат уточнению проекта и расчетам, которые будут сделаны на основе анализа инвестиционного климата по недвижимости для того, чтобы реализовать этот проект. Соответственно, схема реализации, она подготовки консессионного соглашения изложена в 115 ФЗ, поэтому особо останавливаться на этом не стоит, но Росгосцирк занимается согласованием и подготовкой условий и консессионного соглашения. Правительство Ульяновской области это подбор и передача земельного участка собственности Российской Федерации. Министерство культуры вместе со всеми нами готовит условия корпуса, естественно, с правительством Российской Федерации, с правительством Ульяновской области тоже. Готовится проект поставления, выпускается поставление, ну, после принятия решения. У нас есть как бы два варианта, основных вариантов, хотя на самом деле с точки зрения юридической и экономической, вариантов тут будет множество. Но они зависят от конкретной экономической ситуации. Это может быть связано с тем, что государство в различных лицах может субсидировать или синвестировать этот проект. Поэтому мы это пока просто говорим об этом точно, и не очень удобно, пока подробностей не говорим. Но с точки зрения эксплуатации уже появившегося объекта, разница у нас такая. Либо консессионер, который будет выбран на конкурсной основе, передает нам этот объект в управление полностью или частично, и тогда соответственно занимается эксплуатацией и возвратом генжес-средств, который потратил через консессионера на этот объект. Либо консессионер выбирает себе управляющую компанию, в связи с тем, что назначение объекта никак не может быть поменено в силу условий консессионного соглашения, мы будем заниматься действием церкового конвера, то есть той непосредственности действия, которая для нас наиболее характерна. Ну, собственно, поэтому объекту не все. Спасибо большое, Сергей Медведевич. И перед тем, говорим о задаче, я хотел бы подчеркнуть, что в работе нашего главного стола принимают участие и мы находим в Ульяновске бесплатно Марина Павловна на то, что здесь с нами. И сейчас позвольте мне предоставить слово губернатору Ульяновской области. Спасибо огромное, уважаемый Голубер Ильянович, уважаемые коллеги, и фонд Рамсана через день вас поблагодарил за возможность принять участие в сегодняшнем круглых столе. Для нас это очень важно, я постараюсь достаточно кратко сказать, почему. Но в самом начале хотел бы поблагодарить их, в том числе, за добрые слова в адрес города Ульяновск. Он действительно по численности 19-й город в стране, но не все измеряется численностью, измеряется, наверное, ценностью для страны любой муниципальной образования. Это город Ульяновск на протяжении последних 10 лет входит в первую тройку городов Российской Федерации по благоустройству. Ульяновску было объявлено очередное решение правительства Российской Федерации по итогу 2014 года. Город Ульяновск занял второе место в вопросе благоустройства и комфортности проживания и в том, что я в вашем присутствии мэра города еще раз поздравляю. Кроме этого Ульяновск по-моему, с вами об этом помнится, является лицовой столицей нашей страны. Самый крупный промышленный комплекс располагается в Ульяновске и именно там сейчас производится в основном вся наша гражданская и достаточно большая часть военной авиации. Кроме этого это крупнейший автомобилестроительный центр нашего региона. В регионе располагается несколько автомобильных заводов наш российский Ульяновский автомобильный завод китайский российский китайский завод компаний байк японская компания суд ну и сейчас заканчивается переговор сейчас рядом компаний которые изъявили желание прийти и расположить свои крупные инвестиционные проекты. Мы должны с вами знать о том, что это город и одновременный регион номер один в станкостроении в области ядерных технологий в области производства микроэлектроники и программного утверждено, что начиная с 2015 года с 9 мая 2015 года открывается прямое авиационное сообщение и прямое начало маршрута, который будет охватывать Ульяновск, Москва, Санкт-Петербург. В общей сложности мы должны будем в течение буквально года с небольшим выйти на миллион туристов в год с рамки Тайской Народной Республики. Конечно, мы очень интересно к этому готовимся, в том числе и с вами инфраструктура, тем более, что у нас не только Красный Маршрут Ульяновск принимает участие как город-партнер чемпионата мира по футболу. Именно нам доверено право, чтобы у нас находились тренировочные базы и основная база для болельщиков, тем более, что рядом находяются участниками, прямыми участниками чемпионата мира, Самара, Саранск, Нижний Наград, Казань. Поэтому нам, что сам Бог ввел заниматься инфраструктурой, мы уже привели в достойное состояние очередной свой аэропорт. У нас два аэропорта, оба имеют статус международный буквально на днях Дмитрий Анатольевич описал соответствующие распоряжения и по второму работе. Почему для нас это важно и почему именно цирк в приоритете? Во-первых, я хотел бы проинформировать руководство и министерства и Росгосцирка в том, что мы очень активно готовили среду. То есть мы хотели, чтобы люди сами имели огромное желание и понимали о том, что это не какой-то проект, навязанный им сверху, через это в других, а то есть прежде всего то, что их мечта сбывается. Мы провели недавно социологическое исследование, оно подтвердило, что на сегодняшний день цирк всегда выступал одним из факторов, которые характеризуют Ульяновские регионы. Я неоднократно в течение как минимум 10 лет работаю губернатором говорил о том, что это наверное самое главное, несмотря на машиностроение, авиастроение, другие, очень важно. Это если такой вот драйвер развития Ульяновской области. У нас нет нефти, газа, как у наших соседей, зато у нас есть мозги, интеллект и многое другое, что как раз и будет очень востребовано в этом проекте. Во-вторых, хочу обратить Ваше внимание, что это уже, что уже сейчас в регионе существует кадровая база для будущих церков, мы давно грезим этим проектом, поэтому заранее стали готовиться. У нас есть серьезный государственный университет, он входит у нас в 50 самых значимых высших учебных заведений нашей страны и мы несколько лет назад открыли факультет культуры и искусства, который вполне уже сейчас стал хорошей базой для подготовки артистов церкви. Церкви там есть исполнительное и актерское отделение и мы сейчас его еще больше поддерживаем. Более того, в областном центре мы создали 6 церковых студий, в которых сейчас занимаются почти полтысячи ребятишек, мы стали проводить уже пятый раз в этом году традиционный церковой фестиваль созвездий, который постепенно превратился уже в такой федеральном уровне. Например, в этом году почти два десятка субъектов Российской Федерации приезжали и принимали участие в этом фестивале. Но мы пошли дальше, чтобы заинтересовать наших ребят, мы внесли изменения в положение о проведении региональных дельфийских игр и мы вели номинацию церковой искусства и в этом году впервые наградили коллективы и ребят для того, чтобы таким вот образом повышалась конкуренция. в третьих я хочу обратить ваше внимание уважаемые коллеги о том, что мы создали давно, достаточно давно, буквально пять лет назад всю нормативную правовую базу для частных государственных партнерств. Буквально в этом месте я подписал уникальный документ для страны руководства экономического блока знает так называемый стандарт государственного частного партнерства поэтому все службы и муниципальные и государственные и региональные знают что такое государственное частное партнерство знают все его сложности все его преимущества и понимают каким образом нужно действовать. Кстати просто хотел обратить ваше внимание в качестве аргумента почему церкви нам нужен рядом находятся несколько регионов Чуваши Мордовии Мариев все они находятся с города Ульянска на расстоянии буквально двухсот двухсот у нас очень тесные кооперационные связи мы прекрасно понимаем что дороги мы привели в этом году в идеальное состояние соединяющие наши субъекты и поэтому у них есть возможность у жителей этих регионов есть возможность посещать будущий цирк который мы надеемся с вами построим кроме этого построить цирк мы предлагаем в одном из самых перспективных динамично растущих микрорайонах Ульянска вот именно в этом районе будет сейчас уже идет строительство и будет проживать более ста тысяч стройки идут это не бронепланы это реальные стройки идут например сейчас мы доставим вместе с мэром города крупный микрорайон на один миллион миллион метров квадратно рядом порядка еще почти на один миллион на следующий год закладывается и таким образом мы даем возможность чувствовать себя в этом микрорайоне комфортно понимая что цирк должен быть таким вот якорем но и вокруг него должны быть еще дополнительные точки притяжения людей мы в течение последних трех лет я говорю о том что мы как минимум последние пять лет занимаемся вот этим проектом под названием церковь последние три года мы реализовали целую серию крупных проектов которые привлекут туда дополнительное количество людей из других регионов в том числе мы построили спорт парк Симбирский самым крупным в России по площади карта дробь причем как открытым так и закрытым чтобы так сказать могли круглогодично приглашать мы сейчас достроим самый крупный в Поволжье аквапарк мы вышли уже на финишную прямую по достройке центра единоборств одного из самых крупнейших в Привозном федеральном округе построили там был развлекательный комплекс компаний Лента ну и сейчас завершили подписание соглашения идет уже активное проектирование и по весне начинается строительство двух крупных торговых комплексов французских компаний Докатлон и Леруа то есть мы постарались сделать так чтобы еще это была территория на которую хотелось как можно больше количества людей приехать кроме этого хочу отметить о том что нас не пугает не только то что это в рамках частного государства партнерства будет но и то что это будет федеральный объект у нас есть многолетний опыт сотрудничества с учреждениями культуры федерального подчинения может кто-то знает что в самом центре города на протяжении уже почти 30 лет расположен расположился и работает уникальный музей заповедника родины Ленина и мы знаем как выстраивать взаимовыгодное сотрудничество ну и конечно как я уже говорил правительство Ленинской области имеет большие планы развития культуры и введения новыми современными объектами недавно совсем открыли креативный кластер с уникальным бизнес-инкубатором технопарком если хотите не подходит слово технопарк бизнес-парк по выращиванию новых крупных проектов в том числе в рамках частного государственного партнерства это вот первое и второе еще раз повторяю это наш уважаемые коллеги мы действительно умеем работать в рамках частного государственного партнерства только вот в этом году в рамках частного государственного партнерства мы открыли два уникальных объекта с аналогом которого нет в Российской Федерации например Волга спорт-арена это дворец спорта для хоккея с мячом ну а главный футбольный стадион закрытый самый крупный в России значит и это тоже в рамках частного государственного партнерства нам обошлось почти с нашими коллегами партнерами в два миллиарда рублей даже больше и сегодня это объект к которому приковано огромное внимание не только в России но и за рубежом нам после этого было предоставлено право провести чемпионат мира по хоккей с мячом а это несколько десятков команд которые уже в шестнадцатом году приедут к нам более того в виде такой дворец спорта буквально несколько лет назад как я бы сказал находясь в Китае нам поступило официальное уже подтверждение о том что нам разрешать в семнадцатом году провести российско-китайские международные молодежные игры спортивные игры я думаю что это тоже будет востребовано и люди могли с удовольствием приходить и в цирк ну и построили большой крытый легкотлетический манеж дворец спорта легкотлетический тоже в рамках частного государственного партнерства сегодня мы считаем что Ульяновская область в полном объеме готова к реализации этого проекта поэтому уважаемые коллеги уважаемый Григорий Ульянович просила передать министру мы считаем этот проект одним из самых приоритетных в череде тех проектов которые сегодня курируют в правительстве Ульяновской области мы уже его рассматривали у себя у нас есть понимание кто будет его курировать из руководства Ульяновской области создана большая рабочая группа которая будет его сопровождать на всех этапах начинают с подписания соглашений и заканчивая сдачей этого объекта инженерные сети подведены к участку участок участок проверен экологической экспертизой она подтвердила его чистоту поэтому нам ничего не мешает поступить к его реализации спасибо спасибо Сергей Иванович и слово Григорий Иванович Уважаемый Сергей Иванович уважаемые участники круглого стола в начале этого года когда мы совместно с руководством Росгосцирка приступили к анализу имущественного комплекса Росгосцирка который включает в себя 42 стационара цирка и еще большое количество гостиниц мы пришли к выводу что конечно надо искать пути как этот имущественный комплекс приводить в порядок какие же были варианты решения вопроса прежде всего мы просмотрели субсидию которую получает Росгосцирк от Министерства культуры традиционно все предыдущие годы эту субсидию упадет исключительно на поддержание работы артистов Росгосцирка содержание животных необходимо в те скажем так общим словом эксплуатационные расходы которые будут в процессе его творческой деятельности при этом мы решили что все-таки цирк достаточно доходная конструкция и поэтому содержание себя цирк должен делать из тех доходов которые он получает от продажи билетов и от своих поступлений первое что было сделано это та субсидия которая была предусмотрена она уже в этом году почти до 50% направлена на капитальные ремонты которые ведутся в ряде цирков и к середине следующей года будет завершение у нас на февраль месяц запланирована коллегия с отчетом правового корпоративного цирка проведенная в 2014 году работе поэтому я не буду сейчас подробно останавливаться и все желающие могут послушать такие результаты будут достигнуты что дальше дальше мы понимаем что мы можем сокращать объем той субсидии которая дается циркул творческой деятельности и направлять все больше и больше денег на реконструкцию и приведение в порядок имущественного комплекса но даже если мы как считаем через пару лет добьемся того что все 100% субсидий будут уходить на поддержание имущественного комплекса а цирк будет сам зарабатывать и сам содержать себя то даже этих денег не хватит на то чтобы столь мощный комплекс который к сожалению последние десятилетия ветшал и практически не ремонтировался нет возможности привести в порядок на эти деньги какой тогда возможный путь следующий возможный путь это конечно привлечение регионов к софинансированию и привлечение частного капитала привлечением регионов у нас сегодня законодательная возможность есть были внесены изменения в закон которые позволяют регионам софинансировать реконструкцию капитальный ремонт цирка именно цирка была точная поправка законодательства введена но тем не менее возможности регионов не так велики и как правило нам почти во всех регионах удается добиться того чтобы они софинансировали наши работы по приведению мышечных комплексов в порядок но как правило это благоустройство территории может быть еще какие-то такие работы сопутствующие процессу реконструкции капитального ремонта и привлечение частного бизнеса сегодня мы даем старт очень важному процессу мы впервые с регионом и подписываем соглашение которое дает возможность нам на условиях консессионного закона привлечь частный бизнес к строительству нового циркового комплекса это очень важный процесс я очень благодарен и руководству региона и руководству города Ульяновс потому что они поддержали инициативу министерства культуры поддержали инициативу розыгрыша цирка сейчас мы подпишем это соглашение но я надеюсь что этот процесс не заканчивается мы найдем понимание в других регионах и конечно нам предстоит огромная работа для того чтобы те предпосылы которые в сегодняшнем соглашении будут даны довести до конца это работа не на один год но я полагаю что нам посчастливится заложить сначала первый камень здания этого замечательного комплекса а потом и торжественное перевесное леточок я предлагаю сейчас в описании документа и благодаря еще раз руководство области за то что поддержили наши институты украшения Продолжение следует... Продолжение следует...